В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Школы 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии. У домашнего кота в Дивеево зарегистрировано бешенство. Далее расскажем обо всем подробно. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта до 5 апреля нерабочие с сохранением заработной платы в связи со распространением коронавирусной инфекции COVID-19. При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения, банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу. О том, как будет жить Саров, расскажем далее. Соблюдать спокойствие, не подвергать себя риску и не ходить в места массового скопления людей. Нерабочая неделя – это не повод устроить себе дополнительные каникулы. В эти дни необходимо уделить пристальное внимание своей безопасности и исключить возможность заражения. Если жители города Саров возвращаются за границу, то они обязаны пройти все необходимые мероприятия карантинного характера с тем, чтобы подтвердить отсутствие или наличие у них коронавирусной инфекции. Это очень важно, потому что до сего дня у нас были ряд наших жителей, земляков, которые вели себя не так ответственно, скажем так, и просто не выходили на связь. В Сарове действует горячая линия 97777, позвонив на которую, можно узнать алгоритм действий в той или иной ситуации. Создан оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности города и предотвращению завоза коронавируса. В него входят представители органов местного самоуправления, силовых структур, УНИЭФ, медики и так далее. В администрации сократили число сотрудников, которые будут выходить на работу с 30 марта. Все подведомственные предприятия и учреждения, работы которых необходимо, чтобы город не встал, продолжаются. Те предприятия и учреждения, которые обязаны закрыться, они будут закрыты в течение недели. Те, которые обеспечивают жизнедеятельность города, они будут работать в сокращенном формате, но с обеспечением всех необходимых функций, таких как водоснабжение, водоотведение, таких как транспортное обслуживание населения, деятельность, работу лифтов и тому подобные вещи. Закрываются также стоматологии в части плановых приемов. С острой болью можно обратиться в городскую стоматологию. С сегодняшнего дня принято решение о том, что будут закрыты на прием новых приезжающих, отдыхающих пациентов, практически все санатории и профилактории и дома отдыха Российской Федерации. Заезд в профилакторию в Нев также отменяется. Пока еще ситуация в России достаточно спокойная, однако все может пойти по худшему сценарию. Тогда понадобится сразу очень много помещений, зданий для того, чтобы размещать больных, контактных и подозрительных. У нас самая главная задача максимально разобщить людей, чтобы они меньше общались. Какой совет я даю нашим горожанам? Оставаться дома и в черте города – это один вариант. И второй вариант, который, наверное, устроил бы и всех эпидемиологов, и всех горожан – это воспользоваться нашими дачами, домами, которые вблизи Сарова расположены. Это не касается лиц, которые прибывают на обязательной изоляции. Они должны находиться только дома. Выезды в Москву советуют минимизировать. Близким родственникам из столицы также не советуют приезжать в город. КПП пока закрывать не будут, но термометрию введут. С предпринимателем Сарова обсуждают возможные доставки продуктов на дом. В городе примерно 25 тысяч человек, старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Им покидать дома не стоит даже для похода в магазин. Клиническая больница номер 50 также готовится к возможному наплыву зараженных. Выбирают помещение, где достаточно коек, достаточно расстояния, есть отдельные входы. Проверяют, есть ли там сейчас возможность. Переквалифицируют, продумывают, кого из сотрудников они в эти отделения будут переводить, потому что инфекционисты никогда не рассчитаны на случай вспышки. И на случай вспышки принимают на себя удары другие клиницисты. Проходят сейчас обучение по системе дистанционного обучения по клинике, получают клинические протоколы, как нужно себя вести. Также отрабатываются схемы маршрутизации доставки пациентов в Нижний Новгород. Кроме того, в Сарове начали делать анализ на коронавирус. Делают его пока только по показаниям определенным группам населения. Полную версию пресс-конференции Алексея Голубева и Ирины Игнатьевой смотрите на канале Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. С 5 апреля до особого распоряжения все школы должны перейти на дистанционное обучение. Такие меры приняты для нераспространения коронавируса. Подробнее о том, как будет организована новая образовательная система, смотрите в нашем следующем репортаже. В школьных классах и коридорах пусто. Весенние каникулы продлили еще на одну неделю. Потом дети будут учиться дистанционно. На семинарах учителя осваивают программы, с помощью которых они будут объяснять детям новый материал и проводить тестирование. Это совершенно новые реалии, с которыми столкнулись не только школы, но и весь мир в условиях пандемии. Учителя обучались в том числе и на новых платформах, которые до этого они не знали. И сейчас используют, анализируют возможности все, которые предоставляются только сегодня российским рынком. Что приятно, что на сегодняшний день это все бесплатные платформы, открытые свои ресурсы. И, соответственно, возможностей сейчас достаточно много. О том, на каких электронных платформах будет проходить дистанционное обучение, родителям уже объявили на собраниях, которые тоже прошли дистанционно. Директора школы рассказали о том, как будет организован учебный процесс, о длительности и количестве уроков, о способах взаимодействия учителя и учеников. Очень важно, что уроки не длятся, как обычные, 45 минут. Уроки сокращены до 30 минут в среднем. При этом работа за компьютером мы ориентируем педагогов от 10 до 15 минут. Это может быть трехминутное объяснение, десятиминутное объяснение. Это может быть дальше работа в онлайн-системе. Но дозировано и к определенным срокам. Сложившаяся ситуация заставляет нервничать всех – учителей, родителей и, конечно, выпускников. Последние лишились возможности решать возникшие проблемы с учителями в режиме реального времени. Надеяться им приходится только на свою самоорганизацию и дисциплинированность. А консультацию педагога можно получить по телефону или через интернет. Я понимаю сейчас прекрасное напряжение, особенно 11-классников. Наверное, они самые тревожащиеся сейчас и родители, и дети. И, уважаемые родители, поверьте, что в любом случае Министерство просвещения, Министерство образования Нижегородской области, ну и, соответственно, мы здесь сильная инстанция. Мы, конечно, будем создавать все условия для наиболее благоприятного периода прохождения потом, какие бы сроки не были назначены. В связи с тем, что с 28 марта в России объявлены недельные карантины и закрыты все госучреждения, в Сарой будет работать дежурный детский сад. Туда направят детей, чьи родители в силу обстоятельств будут находиться на рабочих местах. На сегодняшний день пока потребность достаточно невысока. Мы полагаем, что мы ограничимся одной или двумя дежурными группами, которые, собственно говоря, будут работать в течение всей следующей недели. Детки, которые находятся в группах, которые находятся на карантине, не могут прийти в детскую образовательную организацию, которая будет в такой сборной. Ну, потому что по всем требованиям СанПИНа. Всю информацию будут оперативно размещать на сайте Департамента образования. Также вопросы можно задавать по телефонам горячих линий. По работе детских садов – 9.55.50. По организации дистанционного обучения в школах – 9.55.21. Полностью интервью директора Департамента образования смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Министерство спорта Нижегородской области запускает проект «Ни дня без спорта». Начиная с 30 марта ежедневно в социальных сетях ведомства ВКонтакте и Инстаграм будут выкладывать видеоматериалы с мини-тренировками для всех желающих. Выполнять упражнения можно каждый день без применения дополнительного оборудования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Теперь попасть в налоговую инспекцию можно только по предварительной записи. На такие меры пришлось пойти из-за угрозы коронавируса. Сервис онлайн-запись на прием в инспекцию работает на сайте order.nalog.ru. Записавшимся настоятельно рекомендуется приходить без детей. Тем, кто по каким-то причинам не может направить корреспонденцию в электронном виде, следует оставлять ее в специальном боксе на обходе инспекции с указанием номера обратной связи. Более подробной информации можно получить по телефону 3-68-75. Автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, посмотреть график, по которому автобусы Горавтотранса будут курсировать по Сарову, можно на официальном сайте городской администрации. Временное изменение в расписании будет действовать с 30 марта по 5 апреля. С 30 марта по 5 апреля Мордовский заповедник по понятным причинам приостанавливает прием посетителей. В этот период на территории заповедника и национального парка Смольный не будут функционировать экологические тропы. Места отдыха – гостиницы, музеи и визит-центры. Охрана, в свою очередь, будет работать в усиленном режиме. Рестораны, фитнес-клубы и частные школы теряют до 90% прибыли. Пандемию COVID-19 в России тяжелее всего переживает малый бизнес. Чтобы как-то справиться с кризисом, компании сами пытаются перестроить свою деятельность. Делают упор на онлайн-формат, сокращают объемы производства, отправляют сотрудников в принудительные отпуска. Но без поддержки со стороны государства большинство компаний не переживет последствий коронавируса. С проблемами столкнулись предприниматели различных сфер, но больше всего коронавирус ударил по организациям, которые оказывают услуги. На уровне федерации уже озвучили возможные пути поддержки малого и среднего предпринимательства. Это налоговые меры, срочки по платежам, компенсации по банковским продуктам. У нас есть определенные механизмы в нашем регионе, и я думаю, они все будут применяться. Но пока законодательно утвержденного документа, утвержденного подписанного постановления правительства пока нет. Мы все в ожидании. И, соответственно, если мы говорим про Саров, то наша администрация тоже ждет. Мы ждем прямых указаний от области нашего региона, и сразу же все меры, которые будут указаны, будут применяться в Сарове. Многие предприниматели по рекомендации властей закрыли свои заведения, другие просто ограничили поток клиентов. Для малого бизнеса работа в таких форс-мажорных обстоятельствах становится просто невозможной. Клиентов нет, а оплатить за наим помещение нужно. Для того, чтобы не поставить свою компанию на грани банкротства, специалисты рекомендуют в письменной форме уведомить арендодателя о возникших трудностях. Вполне вероятно, в дальнейшем будет достаточно много судебных разбирательств по факту доказания форс-мажора, по факту установления обстоятельств, препятствующих ведению деятельности и выполнению договоров. Эти письма в любом случае можно будет использовать при доказании своей позиции. 23 марта полномочия по подтверждению форс-мажорных обстоятельств получила торгово-промышленная палата Нижегородской области. В Центре поддержки предпринимательства помогут подготовить пакет документов, доказывающих наличие неотвратимых обстоятельств, при которых бизнесмен не может выполнить условия договора. Доказывать факт наступления форс-мажорных обстоятельств при взаимодействии двух контрагентов, двух юридических лиц, причем не только предприниматель с предпринимателем, который друг другу услуги оказывает, это предприниматель-арендодатель, это предприниматель-банк. По всем этим договорам можно есть возможность подтвердить форс-мажорные обстоятельства. На следующей неделе сотрудники Центра поддержки предпринимательства будут проводить консультации дистанционно через соцсети, электронную почту и сотовые телефоны. При получении официальной информации из правительства региона или администрации по мерам поддержки малого бизнеса в условиях пандемии, специалисты делают рассылку на адреса электронной почты предпринимателей. Полностью интервью с заместителем директора Центра поддержки предпринимательства смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Хелена Горецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Бешенство у домашнего кота, зарегистрированного в Дивеево. Об этом сообщает Пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Сейчас на территории села ведутся мероприятия по ликвидации последствий заболевания. О том, что это за болезнь и как от нее защититься, расскажем далее. В нашем городе случаев бешенства не регистрировали практически полтора года. Однако это опасное заболевание выявили в марте по соседству в Дивеевском районе. На праздники люди подобрали на улице кота. Через 10 дней у него появились симптомы и животное погибло. Теперь все, кто контактировал с ней, проходят курс лечения. Госпитал Дивеевского района сейчас проводят полномасштабные карантинные мероприятия. Как по бешенству, то сейчас идет досмотр всех животных, которые они могут обнаружить у владельцев. Приверяются прививки от бешенства. Вакцинируются все непривитые животные. Сейчас будет проведена полная осмотра и вакцинация во всех восприимчивых животных. Начиная от кошек, собак, кончая коз, коров и все остальное. Саров не попадает в карантинную зону. Но сотрудники госветуправления напоминают саровчанам необходимости соблюдать максимальную осторожность при общении с незнакомыми животными. Самая лучшая защита от вируса бешенства – это прививка. Даже если подобранные с улицы кошки и собаки вирусы носители, то в 90% случаев есть гарантия, что животное после вакцинации не заболеет. В госветуправлении могут сделать бесплатную прививку от бешенства. Если животные выходят на улицу или выезжают на природу, даже просто кратковременно, прививка от бешенства здесь обязательна. Потому что, не дай бог, вы даже не увидите, а если бешеная мышь укусила ваше животное, его из-за рожения может быть. Телефон для справок 49200. Обращаем внимание, что кошки и собаки не могут передавать коронавирусную инфекцию человеку. Об этом заявила президент общества ветеринарной диетологии и клинического питания Дарья Федотова в интервью российской газете. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.